Кто там? Водевиль. Какой? На современную тему. Не может быть. Авторы Попова и Чаужская. Анютины Глазки или мы в разных коллективах. Прошу. Итак, сейчас, как говорят в театре, откроется занавес и начнется представление. Вы, конечно, понимаете, что здесь будет и любовь, и недоразумение, но не волнуйтесь. Как полагается, в Водевилье все кончится, не знаю как. Водевиль мы исполнить решили, ну а чтобы ясней был рассказ, Надо нам, как в любом Водевилье, всех героев представить сейчас. В основном это славные люди, но бывает, поспорят порой. Мы ж, друзья, объективны к ним будем, познакомьтесь, наш первый герой. Героиня! Наша Аня солистка-певица, в мире голоса нету звучней, Ею клуб наш по праву гордится. Ой, как пышно, нельзя ли поскромнее? Поскромнее и как можно короче, ведь рассказ начинается наш. И хочу пояснить, среди прочих, я лирической персонажей. Вот манчер Николай, мастер пенья, только я в коллективе другой. Что поделаешь, но, к сожалению, в разных клубах мы сами поем. В основном это славные люди, но бывает, поспорят порой. Мы ж, друзья, объективны к ним будем, познакомьтесь, наш третий герой. Клим Андреевич свой труд очень любит, молод он и весьма делович. Он таланты народные в клубе с пережливой заботой расти. Вы меня, безусловно, поймете, выпускник музучилища я. Как мечтал я о клубной работе, и мечта стала былью моя. Пётр Иванович – это начальство. До большого поста он дорос. И заведует клубным хозяйством, говоря сокращенно завхоз. Э-э-э, прошу, прошу, извините. В объявлении вкрасывалась неточность. Я попрошу товарища не ронять, так сказать, моего авторитета. Дело в том, что только что у меня с директором клуба произошел следующий разговор. Пётр Иванович, дорогой мой, тут меня срочно вызывают в Центр, в Дом народного творчества. Ну, ясненько, ясненько. Ну, вот сколько я там пробуду, не знаю. Ну, в общем, дорогой мой, я вас очень попрошу, в общем, оставляю вас на это время своим заместительным. Ну, так вот, тут со дня на день должен приехать новый музыкальный руководитель. Вы встретьте его, как положено. Да, слушайте, Пётр Иванович, дорогой мой, тут из колхоза «Заря» нас просили приехать с концертом. Ну, так надо поблагодарить их за приглашение и ответить, что раньше через месяца... Месяца через два мы... Два месяца? Да, два месяца мы не сможем приготовить концертную бригаду. Да, ух ты, чёрт, я запаздываю. Да, вот тут ещё счета. И не забудьте вызвать монтёра. Ну, слушайте, Сан Саныч, Леога, ну что вы мне всё как маленькому рассказываете? Что же у меня, своей инициативы, что ли, нет? Ну, вы знаете, собственно, вот эту инициативу-то я и побаиваюсь. Ну, это не волнуйтесь, поезжайте спокойно, и всё будет, как говорится, в порядке. Сан Саныч, один такой кардинальный вопросик. Да, да. Как мне теперь подписываться? В РИО замдиректора или как? Пётр Иванович, дорогой мой, ну, в конце концов, это не важно. Ну, подписывайтесь, как хотите. Только сделайте всё, что я сказал. Ну, до свидания. Нет, 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 нет. Не важно. Нет, это очень важно. Это очень важно. Одно дело завхоз, а другое дело директор. Хоть и в РИО, всё-таки это фигура. Крылья у меня теперь, эх, расправленные. Я теперь покажу, как работать. Я свой любимый коллектив поставлю, но не досягаемую высоту. А то вечно слышишь, они, видите ли, для показа не готовы. Надо время, нужно работать. Ерунда, ерунда. Я вам покажу, как надо работать. Надо найти выдающийся номер. И тогда-то уж мы прославимся. Я в своих способностях уверен и смогу начальство заменить. Тут уж я сумею в полной мере инициативу проявить. Нашей клубной марки не уроним. Коллектив я к славе приведу. Лишь бы отыскать шикарный номер, необыкновенную звезду. И так решено, кто он всё равно. Да был бы нам славы венец. Жонглёр-скрипачиль-чтец, танцор-трубачиль-певец. Но хоть бы глотатель-шпак, наконец. И вот, уже несколько дней на дверях кабинета Петра Ивановича Висит золотая дощечка в Рио замдиректора клуба. Каждый день он собственноручно протирает её мелом. А между тем, обещанного музыкального руководителя всё ещё нет. Ну что ж, опять мы сегодня одни. Опять мы зря пришли. И уже готов. А всё, Пётр Иванович, сегодня будет художественный руководитель. Собирайтесь. И мы приходим. Завтра будет художественный руководитель. И мы опять приходим. Только время теряем. Ой, честное слово, забудешь то, что знали. Давайте хоть сами заниматься, что ли. А что ты должен заниматься? А Пётр Иванович не забудет. А Пётр Иванович войдёт и скажет. Безобразие самовольства, кто позволил взять баянку? Ай, я не позволял тайну. Без ведомовременно исполняющего обязанности замдиректора Стула нельзя переставить. Временно исполняющий обязанности замдиректора должен быть в курсе. А что вы думаете, временно исполняющий обязанности замдиректора? Это же не завхоз, это фигура, а ничто не муха. Ребят, ребят, ребят. Пётр Иванович, тихо. Ой, пропалили. Сейчас войдёт и скажет. Опять без руководства работаю. Тихо. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Что ж это такое, а? Опять без руководства работаете? Пётр Иванович. А? Пётр Иванович. А когда же будет руководство? Ну, Пётр Иванович, а когда же будет руководство? Только тихо и спокойно. Не волнуйтесь, руководство приедет, как говорится, с минуту на минуту. Правда, слышали? Да, 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 молодой специалист. Только, братцы, братцы, предупреждаю, что главное ответственное лицо я. И авторитет мой не роняйте. Помните, что я в Рио замдиректора. А, Пётр Иванович, а когда же директор вернусь? Да. Это неизвестно. Есть у меня сведения, что он задерживается. И это ваше счастье. Это, Боже, мне счастье. Пётр Иванович, это в чём же счастье? Ваше счастье, что я согласился взять на себя эту руководящую должность. Вот директор решил, что вы ещё выступать не готовы. Мы не готовы. Конечно, мы не готовы. Мы не готовы, нам ещё к работе. Совсем неправильно. Не в работе дело. Не забывайте, что мы кто? Ну, кто? Люди. Самодеятельность. Ну, и что? Нам полагается что? Что? Полагается. Ну, что? Скидка. Вот к этой бы скидке нам ещё один выдающийся номер и слава коллективу обеспечена. Ребята, что это? Главное, главное, не роняйте мой авторитет. А уж я добьюсь, чтобы мы в городском народном театре выступали. Договорились? Знаете, Пётр Иванович, наше мнение, выступать хотим мы, как никто. Всё же на такое выступление мы не согласимся ни за что. Ах, вы рассуждаете, как дети, и спешу полезный дать совет. Я люблю вас больше всех на свете, не роняйте мой авторитет. Здесь меня понять никто не хочет, кончивать спор в конце концов. Но не забывайте, между прочим, я авторитетный лицом. Будем заниматься напряжённо и добьёмся творческих побед. Вот тогда уж мы определённо не уроним свой авторитет. Да-да, войдите. 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 Можно? Да-да, можно. Простите, мне бы директора клуба. Его нет, к сожалению, его нет, он уехал. То есть как ты уехал? Как ты уехал? Я директор клуба в Рио. Да. Петренко. Очень приятно. Клим Андреевич. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня сюда направили. Посмотрите. Музыкальным руководителем нашего клуба. Здравствуйте. 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 Как пошлёшься? Клим Андреевич. Андрей Климыч, здравствуйте, мой дорогой. А мы вас давно ждём. Коллектив в творческом простой, так сказать. Ничего не делаем. Да-да-да. Ну, не будем терять драгоценного времени. Вот, пожалуйста, познакомьтесь. Вот наша гордость, наша надежда. Здравствуйте. Здравствуйте. Никакая я не надежда, я просто Аня. Нет, ну это она стесняется. Это Нежданова. Ульяна Пётр Иванович, никакая я не Нежданова, я просто Аня Сергеева, шлифовщика. Ну вот, 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 вот с Аней Сергеевой вы можете сразу приступить к работе. Простите, а остальные товарищи? Ну, остальные товарищи, это наш хор, да. Ну, с ними попозже займётесь. Это долгая песня, а нам, знаете, не надо. Слышите, сел на своего конька. Да-да, сел, сел, сел. Нам нужно что? Ну, что? Отличиться на смотре. Для этого надо что? Ну, что? Что? Один хороший номер. Ну, попростите, как один, почему? Ой, боже мой. Нет, я с вами не согласен. Да. У вас ведь и хор. Есть. Хор есть, да. И танцуют. Есть. Да, и драм-кружок. Есть, 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 всё есть, но всё это для будней, так сказать, для будничной работы. Это вы потом займётесь. Мы должны для народного театра выдать что, братцы? Ну, что должны быть? Выдающийся номер. А хор, что это? Это ансамбль, ансамбль. Пока их научишь петь вместе, пройдёт, что пройдёт? Время. А одного дотаскать, это мы успеем. Я вас прошу, меня глубоко простите. Но вы знаете, Пётр Иванович, наши взгляды расходятся. Ах, вот как. Да, вот. Расходятся. Тогда разрешите задать вам пару вопросиков. Пожалуйста. Я, конечно, не формалист, но положение, вы сами понимаете, обязывает. Должен быть в курсе. Вы откуда к нам? То есть, как? Я не понимаю. Ну, откуда, откуда. Вообще, я окончил хоровое училище, да, и получил путёвку сюда. Ага, так, так. Дипломчик ваш разрешите? Ну, пожалуйста. Да, ну, как дипломчик, да? Сейчас, одну минуточку. Одну минуточку, понимаю, нет дипломочка. Ну, да нет дипломочка. Видите ли, одну минуточку, ну. Вот, пожалуйста. Пожалуйста. Да, окончил хоровое, интересно. С отличием. Ой, и пошли к нам. И к нам в самодеятельность. Ну, конечно, я уже был на практике в нескольких коллективах. А что? Так вот, я и говорю, солистка у нас есть, а вот с солистами и у нас туговато, а? Что такое, а? Кто-то там в зале безобразничает? Капа! Кто это там мешает нам разговаривать? Простите. Тише, тише, тише. Послушаем. Послушаем. Толь забыла, то ли любит крепко, а к яблоке доцвела в старом саду. Дождусь весного дня, пройду ли вдоль плепня, узнайш ли меня? Ставь, 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 ставь. Какой хороший голос. Кто это? А вы говорили, певца нет. И черт возьми, я говорил, что певца нет. Так кто же это поет? А правда, кто же это пел? Кто же это пел? Неужели ты наш, а? Ой-ой, в собственном коллективе, кажется, проглядел. Ну, тетя Капа! Вот черт глухая, и тетя лето. Капа, Капа! Я! Ну, веди сюда, кто у тебя там в зале пел? Ну, сейчас. Дай певу. Саша! Кто? Саша! Ну, чего? Иди, тебя начальство требует. Зачем? Иди, иди, там разберутся. Товарищ! На одну минуточку. Сашенька, значит, это вы были в зале? Ну, я. Вы? Ну, так пойте. Чего? Ну, пойте, пойте. Так вы, знаете, я же, я не пою. Почему у нас все стесняются? Ну, я как замдиректора требую, чтобы вы пели. А, может быть, это не он? Ну, что вы говорите не он, я же по лицу вижу, что он. Да, вы знаете, честное слово, это не я. Ну, Саша, она не стеснялась. Ты покажи свое искусство. А, ну, это пожалуйста. Что это такое, товарищ? Что это такое? Что это вы, шутки здесь думали шутить? Я просил вас, что я вас просил? Спеть! Что такое? Петр Иванович, он что, свистул? Свистул? Так что же мне голову морочат? Капа! Капа! Петр Иванович! Что, Капа? Петр Иванович! Капа, кто у тебя еще был в зале? Ну, вот этот еще был. Иди, иди. Ну, значит, это вы были? Так а я что, я только пошел и вышел. Вышел? Куда это вышел? Ты что, пьешь? Черт возьми, ты поешь? Это бывает. Бывает? А что? Ну, пой. А чего петь-то? Арию Ленского. Куда, куда, куда вы? Что? Это что? Слушайте вы! Я прошу вас прекратить. Это беспредметный смерть. Да кого вам надо, Петр Иванович? Мне нужна Капа Федоровна, того, кто пел в этом зале. Ну, так бы и сказали. А я тебе уже полчаса рул, глухая тетеля. Да это не из твоего коллектива. Из какого коллектива? Господи, это монтер. Какой монтер? Люстру вешал. Коля Парамонов. Коля Парамонов? Откуда это Коля Парамонов? Петр Иванович, я его знаю. Мы с ним на спортплощадке встречались. Идея! Тетечка Капочка, зайдите сюда этого монтера. Эх, хватился. Его и след простыл. Убежал. Говорит, на концерт торопит. Куда? На какой концерт? Ну, это мне ни к чему. Петр Иванович, он в клубе электриков занимается. Там у него и концерт сегодня. Тамаричи, прекращаю сегодня все занятия. Ой, почему? Да-да-да, как в Рио прекращаю. Анечка, как вас зовут? Клим Андреевич. Клим Андреевич, дорогой, едем. Едем в соседний коллектив послушать певца. Скорей, 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 не опоздать начало бы. Скорей, 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 послушать не мешало бы. Монтер, вокалист, отличного солиста. Не опоздать начало бы. Скорей, скорей. Когда, 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 когда хороший голос слышится, Всегда, 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 всегда мне неспокойно дышится. А вдруг певец случайный, талант необычайный. Мне спокойно дышится всегда, всегда Ему, 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 ему создам я все условия Ему, 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 ему желал бы я здоровья Загрел бы, приколупил, лишь пел бы в нашем клубе Создал бы все условия ему и ему Скорей, 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 не опоздать к началу Скорей, 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 послушать не мешало бы Монтёра, вокалиста, отличного солиста Не опоздать качало бы, скорее, скорее Аня, вы этого Колю давно знаете? Да не очень А ты с ним лично знакома или как? Да никак, вместе в волейбол играли А, тот он у нас распелся, вы что? Да ну вас, он, наверное, и не помнит меня Ну да-да-да, тебя вдруг не помнит А, я теперь понимаю, почему это вдруг ему захотелось В моём клубе вешать люстру Граждане, граждане, разрешите пройти Климандреич, Анечка, за мной Но почему впускают во время концерта? Вы мешаете? Безобразие! Успокойтесь, гражданка! Вы здесь сидите развлекаетесь, а мы по делу пришли Тише, Пётр, ну мы же действительно мешаем Товарищи, товарищи, что Коля Парамонов выступал? Не знаю Но не мешайте вы слушать, гражданин То есть, ой, я мешаю вам слушать Я же по делу Моженочка, можно у вас программочку? У меня нет программки Ну так скажите, пожалуйста, что же Коля Парамонов выступал? Да сядьте вы на конец, гражданин Выступает участник самодеятельности клуба электриков Монтёр Николай Парамонов Ну, Анечка, теперь слушай в оба уха Это вы слушаете Я им вовсе не интересуюсь Ну, 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 на, ну Монтёр занятие скромное Не лётик, не герой Но даже ночка тёмная Пасует предо мной Что свету нет, не жалуйся Включу и вот, пожалуйста Все изменилось вдруг Огни горят, благодарят Меня спасибо, друг Не зря мы делом заняты Почетен каждый труп Огнями парки залиты То дело наших рук Что света нет, не жалуйся Ключу, и вот, пожалуйста Все изменилось вдруг Огни горят, благодарят Меня спасибо, друг За окнами синеется Там вечер настает Как хорошо надеется Что милая придет Что свету нет, не жалуйся Ключу, и вот, пожалуйста Все изменилось вдруг Огни горят, благодарят Меня спасибо, друг Что свету нет, не жалуйся Ключу, и вот, пожалуйста Все изменилось вдруг Огни горят, благодарят Меня спасибо, друг Вот что, вы тут сидите Развлекайтесь А мне надо дела делать Я пойду за кулисы Дорогие друзья Сегодня у нас в клубе Выступят наши гости Танцевальная группа Фабрики Комуна Товарищи Вы монтера не видали? Монтер у себя в будке? Да нет, мне того, который выступал А у нас много монтера выступает Вам какого? Который на мандолине? Нет, 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 нет А, который пляшет? Да нет, нет Мне того, который песни пел Коля А, так вам тенера Тенеры, тенеры, тенеры Сейчас к нему делегация В одном лице придет Мне бы только его в клуб заманить А там-то уж я с ним договорюсь Наш будет Тольечка Тольечка Тебе цветы и записка Идея Цветы и записка Идея Идея Вот что мне поможет Давайте-ка сюда цветы Это почему же? Давайте где? Цветы Это Цветы давайте Нет, нет Вам записочка Вот, держите А цветы? А цветы, извините Я задержу Для выполнения творческого задания Но? Нет, никаких но Вы знаете, они необходимы мне Для психической атаки Как говорится Декоративный реквизит Ясненько? Ясненько Убежал Это ненормально Тонечка, Тонечка Миленька Я тебе на сцену Быстренько Быстренько Кто меня тут звал так? А это я вас звал Молодой человек Это я Здрасте Здрасте Это я Петр Иванович Временно исполняющий Обязанности Замдиректора Так сказать Вот здесь Соседнего клуба Очень приятно Здрасте Вы у меня сегодня Люстру вешали Да? А что не горит? А черт ее знает Горит или не горит А вот что я горю Это точно Как бы к нему потоньше Подойти Видите ли Коля Да? Какое тут дело? Слюствует я думаю У нас все в порядке Да А вот задумали мы Что бы ему такое подпустить? Да Задумали мы у себя в клубе Знаете ли, Колечка Это оперу ставить Да-да-да-да Оперу эту Оперу? Да-да Вот здорово Опередили значит молодцы Ну так как же Это же мой коллектив Да А вот у нас не получается Да Что ты говоришь Да У нас солистки подходящей нет А-а-а а у нас солисточка Выдающийся А вот Колечка Что тенора нет Так нет Вот чего нет Так братуш нет Ну а какую оперу выставите А оперу эту Как ее Вот эту Какую бы оперу мы назвать И черт как на грех Все оперы с головы вылетели Да и понимаете мы еще точно не решили Евгения Онегина, да, Евгения Онегина. А может быть, даже свадьбу в Малиновке. И только вот, видите ли, вот девушки наши просили отчин, чтобы вы на первую спевочку к нам пришли. К вам? Да. А это кто это просил и зачем это? Ну, все просили. И, между прочим, знакомая ваша одна отчин просила. Кстати, вот просила лично вам передать эти цветочки. Цветочки? Цветочки. Спасибо. Да кто это? Ну, брось, брось. Уж вот-то не знаешь. Да ей-богу, у меня вроде в вашем клубе и знакомых нет. Ну? Нет? А ты-ка, поди сюда. Пойди, поди, поди, поди сюда. Пойди, вот так. Пойди, поди. Вот, смотри. Ну-ка, посмотри. Цветочку взял, да? Вот. Вот давай, так. Давай-ка я подержу цветочки, а то они тебе мешают. Вот, нагнись сюда, вон. Вон во втором ряду сидит. Ну, вот там, во втором ряду. Это вот курносы. Ну, ты какой курносый, курносый? Нет, это вот, вот смотри, смотри. Раз, два, три. Вот третья с края, видишь? Ну, блондиночка, а? Ну, глазки синенькие. А ресницы-то, видишь? Хлоп-хлоп-хлоп-хлоп-хлоп. Какие, видишь? Да это же... Да это же Аня Сергеева. А-а-а, знакома такая. Да разве... Так она, значит, в вашем клубе. Вот не знаю. Эх, жестокий ты человек. Она на все твои концерты ходит. Сегодня мне репетицию сорвала. Говорит, не могу репетировать. Волнуюсь, когда Коля поет. Пойдемте, говорит, послушаем. Вот бы никогда не подумал. А я-то подойти... Да нет, вы что-то путаетесь, что? Что ты, Миленький, что ты? Разве тут спутаешь? Что ты этого, брат, не скроешь? А девушка-то, девушка... Смотри-ка, смотри-ка, какая... Девушка-то какая душевная, красавица и гордая. Гордая! У-у-у! Умру, говорит, никому ничего не скажу. Только вам, говорит, Петр Иванович, вам, как старшему другу, признаюсь. А поет как? Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ты слышал, как она поет? Нет, никогда. Никогда не слышал. У-у-у, Миленький, приходи к нам, послушаешь. Только ты ж молчок. Все, что я сказал, могила. Хорошо. Да-да, ну смотри, придешь, значит. Приду. Ну, приходи. Обязательно приду. Я побежал. До свидания. До свидания. А цветы? Ха, цветы унес. Почему меня волнует Непонятный человек? Да чего же ты, Анюта? Да чего же ты, Анюта? Непонятный человек? Анютины глазки, вы словно из сказки, Глядите сейчас на меня. Жить в сердце сомненья, Но все ж тем не менее, Не знал я счастливее дня. Анютины глазки, вы словно из сказки, Глядите на меня. Подойти, боишься, близко, Смело глянуть мне в лицо, Так прислал бы ты записку, Ну, хотя бы одно словцо. И зачем друзья такая? Есть манера у девчат, Что все это означает, Что все это означает, Но цветы твои молчат. Анютины глазки, вы словно из сказки, Глядите сейчас на меня. Хоть в сердце сомненья, Но все ж тем не менее, Не знал я счастливее дня. Анютины глазки, вы словно из сказки, Я, Петр Иванович. Наконец! А мы уж собирались уходить в лесу. Клим Андреевич пошел вас за кулисы искать. Ой, откуда это у вас такие красивые цветы? Нравятся? Очень. Ну, так слушай, Анечка, Слушай, что я тебе сейчас скажу по секрету. Да. Видел я сейчас твоего Колечку? Моего? Видел, видел. Во-первых, просил тебе передать эти красивые цветочки. Мне? Тебя. Цветы? Цветы. Ой, Петр Иванович. Вот, вот, и я ему говорю. Мне, говорю, как временно исполняющему обязанности замдиректора, Неудобно девушкам цветы передавать. А он просит. Ну, просит. Прямо плачет. Чего ты смеешься без предметы? Как плачет? Как плачет? Вот, и я говорю, Колечка, Да помнись, ведь какой ты успех-то имел. А он мне говорит, а что мне, говорит, успех, Когда она на мой концерт с кем-то пришла? Ой, да вы шутите, Петр Иванович. Ну, милая, какие тут шутки? Это уж трагедия. Я, говорит, подойти к ней и стесняюсь. Она такая гордая, А она на мой концерт с кем-то приходит, извольте ли, видишь? Да неужто это он про меня? Да про тебя же, глупенькая, про тебя. Я, говорит, из-за нее в лейбол играть стал. Это он сам так и сказал? Угу, так и сказал. Между прочим, попросил у меня разрешения И прийти к нам в клуб тебя послушать. Ты уж обойди с ним по ласкви. Уж парень-то он очень хороший, а? А поет, поет как? Сама слышала. Ой, да что вы, Петр Иванович, Да я из слова-то теперь сказать постесняюсь. Зачего ж меня волнует Этот маленький букет? Словно в нем открыть могу я Удивительный секрет. В мире лучше нет букета Он дороже всех наград Ловко я придумал это Ловко я придумал это Все теперь пойдет на лав Итак, наши герои разошлись по домам Нетрудно себе представить, какие сны снились им в эту ночь Новый художественный руководитель всю ночь спорил с Петром Ивановичем И доказывал ему, что для успеха нужно работать упорно и настойчиво Что звезды падают с неба только в природе, а не в искусстве Коли снились в эту ночь в полях Цветы, цветы, цветы Аня Ане ничего не снилось Аня в эту ночь не спала совсем Почему Петр Иванович сказал, что Коля меня любит Мне казалось, что он меня не замечает Говорит, плакал А ведь он волевой, сильный И плакал Петр Иванович сказал, что он самолюбимый, гордый Из-за меня волейбол играть стал Коля Ой, как спокойно, хорошо было, пока я ничего не знала А сейчас на сердце так тревожно, беспокойно Аня Что это ты не спишь? Ах, мама Если бы ты знала, какая я счастливая Анечка Что случилось? Не знаю, мама Ничего не знаю А Петр Иванович спал Ему снились совершенно сказочные сны Ему снилось Вы слышите, Петр Иванович? Это я пою Аня Славно в нём открыть могу Как хорошо Я могу сама себе вторить Ох, как же это хорошо А вот Я уже пою трио Ой, как это хорошо Три Ани вместо одной Три звезды Да чего же ты, Анюта Непонятный человек Тройка мчится Тройка скачет Вьётся Плыве с подка А это кто поёт? Это я пою Коля Парамона Колечка А ты можешь петь Как Лемешев? Могу Пётр Иванович Едет к ней Едет к любушке своей Едет 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 Могу Могу Так поздней осени Порою бывает день Бывает час Но как это замечательно Три тенора В одном созвездии И все в моём клубе А это что? Это ваш симфонический оркестр Ой-ой И это всё моё И вам присвоено звание Лауреата всемирного конкурса Замдиректоров клубов Да-да Лауреат всемирного конкурса Слушает Мне Пётр Иванович Чего-чего? Пётр Иванович Можешь попросить? Как? Ох ты Боже ты мой Так это был сон Увы Это был сон Пётр Иванович Пётр Иванович Бежали дни Недели Аня и Коля Стали встречаться Не только на спортплощадке Как это было раньше С приходом нового художественного руководителя Очень заметно оживилась работа в клубе Вы слышите, как они стали петь Весна к нам приводит В своём парамоте Любовью загружит она Идёшь ей навстречу И дышится легче Так здравствуй, так здравствуй весна Идёшь ей навстречу И дышится легче Так здравствуй весна Ведь хорошо, Клим Андреевич Надо устать нашего хора Да то ли ещё будет, друзья мои Ведь мы же ещё только начали По сути говоря, настоящего ансамбля ещё нет Да-да-да, басов маловато Ну и сопрано ещё не всегда строят Ну не беда, не беда Да, поработаем, получится Давайте дальше Девушки пока свободны Хорошо Репетирует мужская группа Помните, начинать надо вместе Дыхание свободное Начали И... Ну, Аня Рассказывай дальше Слушай Так вот С волейбольной площадки Мы пошли вместе Ну дальше А я как вспомню Что Пётр Иванович мне рассказывал Ну да А он ведь не знает Что я-то знаю Ну не знаю, что говорить Ну А он Тоже молчит А ты Илья А он Молчит А ты Илья А дальше Ходи Гуляй Молчай Хорошо бы Эх Счастливо Молчай Илья Узнаешь Под взгляд Другой По весне Приходит Счастье И мечтанья Нет конца Распахнулись Окна Настежь Раскревожили Сердца Весна К нам приходит Своем Хороводе Любовью Закружит Она Идешь Ей Наспечу И дышится вечер, так здравствуй, так здравствуй весна. Идешь ей навстречу, и дышится вечер, здравствуй весна. Здравствуйте, товарищи! Здравствуйте! Клим Андреевич, ну, дорогой Клим Андреевич, у меня гениальная идея. Товарищи, спасайте, кто может, Петра Ивановича, гениальная идея. Да, 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 гениальная. Значит так, будем считать, хор у нас есть. 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 Военнист у нас есть. Есть. Кроме того, танцоры, драмкружок, ну и солисты. Все есть. Ну и что? Что значит что? Ты понимаешь, Клим, что мы в Народный театр представить можем какую программу? Оперу раз, балет два, спектакль и вообще крупную форму. Да, о чем вы говорите, Петр Иванович? Да, ну что вы, опомните. Оперу раз, новое заболевание. Осторожно, держитесь подальше. Заболел гигантоманией. Это бывает. Только спокойненько, я не реагирую на ваши выводы. Спокойно у меня все продумано. Значит так, поскольку наш коллектив неизмериво вырос, вырос, ходатайствуем перед дирекцией о дополнительных средствах. Приглашаем режиссером какого-нибудь народного. Да, 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 да. С размахом берем знаменитого художника. Приглашаем на первые роли профессионалов. А что? Правильно, это идея. Идея. Если не нужно, пригласим. Всем шьем новые костюмы. Ах так. Отделываем клуб желтым бархатом. Сжатым, сжатым, братцы. И у нас проводят смотр всех соревнующихся коллективов. И первое место нам обеспечено. Ясненько? Гениально? А, гениально. Да, да. А все спрашивают, кто же это все устроил. А мы говорим, временно исполняющий обязанности замдиректора клуба. Наш врье. Да, да. Все кричат, покажите нам этого гениального человека. Временно исполняющий обязанности замдиректора клуба скромно, скромно выходит на сцену. Его встречает гром аплодисментов. Да, председатель жюри, встав с кресла обитого желто-жатым бархатом, почтительно жмет ему руку. От имени благодарной публики преподносит ему венок. Ничего смешного нет. Все это вполне возможно. А вот маловерам и нытикам не место в нашем коллективе. Вы подрезаете мне крылья. Мы должны ошаломить жюри. Такие, как мы есть. Но кому мы нужны? Это как кому мы нужны? Что такое, Петр Иванович? Минуточку, минуточку, друзья, минуточку. Дайте мне сказать. Петр Иванович, ну вы когда-нибудь бывали на концертах самодеятельности? Да как же, по долгу службы. По долгу службы. Ну а видели вы, кто бывает на этих концертах? И как они слушают? Вы понимаете, какой это для них отдых? Да, да, настоящий творческий отдых. Ведь и для тех, кто слушает, и для тех, кто выступает. Правильно, товарищ? Ну а вы хотите нашу работу свести к звездам, к случаю? Нет, простите. Я это... Правильно. Слушайте, что это вы на меня налетаете? Да, случай. Да, да, да. А как в театре? Счастливый случай и успех обеспечен. Вот у меня был один знакомый артист. Сейчас он заслуженно народный. Да, да, да. Так не бывает. Нет, бывает, нет, бывает. А как получилось? Был рабочий сцены, заболел знаменитый артист. Театр битком. Что делать? Режиссер туда, режиссер сюда. А этот рабочий скромненько подходит и говорит, знаю роль. Да? Выхода нет, дали сыграть. На завтра знаменитостью станут. Да, не понимаю. Не понимаю, беспредметный слег какой-то. Тогда слушайте, слушайте, другой случай. Один мой знакомый писатель на даче отдыхал. Ну и что? Услышал, случайно девушки частушки сложили. Тири-тири-ям-дири-тири-ям-дири-тири-ям-дири-тири-ям-дири-тири-ям-дири-тири-ям-дири-тири-ям-дири. Вот одну частушечку туда, другую сюда, вставил и как раз напечатали. Миллионером стал. Ну а много еще вы таких случаев знаете? Много, дорогой Клим Андреевич, много. А вот со мной случай. Директор уехал, а меня своим что? В Рио. В Рио. В Рио. Заместителя. Петр Иванович, это уже тяжелый случай. Ну, знаете, я не реагирую на такие выпады. Петр Иванович, ну спуститесь вы на землю. Честное слово, вы мешаете нам работать. Ну поймите, что мы не только еще в народный театр, да мы вообще на суд публики выйти не можем, поймите. Нам еще рано. Выступать с концертами пора нам. Это ясно мне, как пятью пять. Что вы, Петр Иванович, очень рано нам еще в концертах выступать? Буду возражать я, так и знайте. Вы вполне готовы. Нет и нет. Только голос вы не повышайте, не роняйте мой авторитет. Пусть для подготовки срок короткий, но поверьте слову моему, все вы тут таланты, самородки, а по силе вашей ни к чему. С вашей торопливостью, уверен, а срамимся мы на целый свет. Я сейчас иду и хлопну дверью, не роняйте мой авторитет. И рассерженный Петр Иванович, хлопнув, как полагается, дверью, вышел в коридор. Ну что же, будем рассуждать так. В большом масштабе не вышло. Придется вернуться к звездам. Простите, вы Аню. А, это вы. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, дорогой Коля. Вот, как говорится, на ловца и зверь бежит. Ну, так как же, Колечка, продолжим наш разговор? Вот это не кстати. А о чем? Нет, кстати, давайте, Колечка, поговорим серьезно. Ну, вот ваш коллектив, вот наш. У вас коллектив крепкий, известный. Что ты в нем? Устоявшаяся единица. Больше славы, чем есть, не добьешься. А у нас новое дело. У нас ты будешь вроде Лемешева. Ой, Петр Иванович, это вы все несерьезно. Ну, как это можно ни с того, ни с сего бросить своих товарищей? Ведь вы не хотели бы, например, чтобы Аня ушла к нам. А это почему она должна уйти? Ну, мало ли почему. Может выйти замуж, а муж будет работать в соседнем коллективе. Ну, это ты брось, брось, пожалуйста. Я даже это слушать не хочу. И вообще я этого не допущу. Коля! Аня! Аня! Коля! А я тебя всюду ищу! А я тебя! А я вот хожу, вот ищу! Здравствуй! Здравствуй! Коля! Коля, обратите на меня внимание. А вы, собственно, по какому вопросу к Анне Степановне? Я? Да, вы. Вот я! Да, вы. По-личному. Вот. А волейболе? Ну, да. Ах, волейболе. А ну, да-да-да-да-да-да-да. Подозрительно. Это надо выяснить. Ну, что же, раз о волейболе, так я пошел. Пошел. До свидания. До свидания. До свидания. Я пошел. Так я и уйду. Послушаем, о чем они тут говорят. Ушел? Ушел. Так вот, что я хотел сказать тебе, Анне. Вот, а ты скоро освободишься? У нас последние песни, и все. А что? Ничего. Вот погода сегодня хорошая. Да. А можно мне подождать тебя здесь? Хорошо. Так я здесь буду. Хорошо. Согласны? Хорошо. Я скоро приду. А я здесь буду. А я скоро приду. А я здесь буду. Хорошо. Хорошо. Что же это такое? Что же это такое? А, вот он, муж из соседнего коллектива. Но нет. Я эту любовь породил, я ее и убью. А, ты еще не ушел, Колечка? Нет. Да, собственно, я... А что? Да нет, ничего, пожалуйста. Мы гостям всегда рады. Пожалуйста, присаживайся. Вот скоро Аня с Клим Андреевичем придут. Вон, слышишь, как они репетируют? А ну-ка, давай-ка посмотрим. Садись-ка, приоткорь-ка дверь. Ну-ка. Так, садись. Ах, 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 смотри-ка, смотри-ка, друг на друга даже не смотрят. Вид делаю. Почему они должны смотреть друг на друга? Ну, а как же почему? Они теперь всегда вместе. Но какая же хорошая пара. Он руководитель, она солистка и оба в одном коллективе. Как? Пётр Иваныч, а вы говорили... А что я говорил? Что Тоня из-за меня... Здравствуйте, из-за тебя вспомнил. Когда это было-то? Что, ты не знаешь? Не знаешь. Сердце красавицы склонно к зиме... Прощайте, Пётр Иваныч. Как ветер, Маша. Найди, Маша, и здесь больше не будет никуда. Вот так-то лучше, вот так-то лучше. Коля! Коля! Пётр Иваныч. Пётр Иваныч. Да? А где Коля? Это я. Где Коля? Он... Что ты... Я ему книжку обещала. За Колечкой сейчас здесь пришла такая какая-то... Жена его пришла за Колечкой. Жена? Он женат? Ну, женат, конечно. А что такое? А как же... А как же вы мне говорили? Миленькая, да я и сам не знал. А я-то глупая. Господи, Господи. Господи, как же ей тяжело. Ой, ой, как страдает. Анечка, Анечка. Господи, какой же я подлец. Анечка, ну, честное слово ей-богу, я только из любви к своему коллективу, а? Ах ты, Боже мой. Может быть, даже не надо было так, потому что я и не знаю. Ах ты, запутался. Я ну совсем запутался. Прощайте, Петр Иванович. Анечка. Больше я сюда не приду. То есть как это не придешь? А петь кто будет? Не могу я петь. Не спрашивайте меня ни о чем. Петр Иванович, прощайте. Я... Топиться побежала. Побежала. Топиться. Петр Иванович, Петр Иванович, ну ты, где же вы там? Да я здесь. Еще что-то случилось. Что это значит? Ну, читайте. А что такое? Телеграмма. Благодарим за предложение. Помещение подготовлено. Ваш концерт объявлен на воскресенье. Соседние колхозы повещены. Какой концерт? Кто обещал? Клим Андреевич, это я. Это я в порядке рекламы. Ах, в порядке рекламы. Да вы же знаете, что мы еще не готовы. Знаю, знаю, дорогой, знаю. Но я же не думал, что они такие оперативные. Я думал, пока тон и все, пока ответят. А мы уже здесь и подготовимся. Думал, думал. Вы меня глубоко простите, Петр Иванович. Но вы раззвонили раньше времени. Раззвонил, раззвонил, каюсь. Но ведь я же из любви к коллективу. Хватит! Вы своей любовью делаете все, чтобы сорвать всю нашу работу. Я? Да. Молчите! Позвольте! Нет, не позволю. Не позволю. Сюда собираются люди после большого трудового дня, чтобы свое свободное время отдать искусству, приобщиться к нему самим и приобщить других. Люди самых разных профессий. Да-да, и они находят в этом радость и счастье. А вы? А я тоже люблю коллектив. Молчите! Надо выходить из положения. Люди соберутся, подводить мы не имеем права. Я думаю так. Несколько номеров у нас есть. Надо немедленно связаться с соседним клубом электриков и попросить их принять участие в концерт. Да-да, и это мы поручаем вам, Петр Иванович. Чтобы я просил помощи? Тогда именно вы. Нет, нет, нет. И скажете, я виноват, меня и выручайте. Нет, 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 нет. Чтобы с нашим коллективом чужие выступали. Нет, этого не будет. Ни за что. Любовь ее закружит она. Идешь ей навстречу, и дышится легче. Так, здравствуй, так, здравствуй, весна. Идешь ей навстречу, и дышится легче. Здравствуй, весна. И получилось так, что на концерте, который все-таки состоялся, наши герои Аня и Коля вольно или невольно встретились вновь. Аня, Аня, я хочу с тобой поговорить. Нам не о чем разговаривать, мне некогда. Ну, конечно, конечно, вы, если вы торопитесь к своему Климу Андреевичу. При чем тут Клим Андреевич? При чем, я понимаю, вы солистка, он художественный руководитель. Но если вы собираетесь выходить за него замуж, вот мне непонятно, вот мне непонятно, почему вы говорили Петру Ивановичу, что вы меня любите? Я говорила, это вы, женатый человек, говорили ему, что вы меня любите. Что? Я женат? Да кто вам сказал? Петр Иванович, а кто вам сказал, что я выхожу замуж за Клима Андреевича? Мне-то Петр Иванович, а кто вам сказал? Петр Иванович. Да, Петр Иванович, это мне Петр Иванович сказал. И меня ждал Петр Иванович. Петр Иванович. Петр Иванович. А, кто меня звал? О, они вместе больше пропал. Пётр Иванович, что вы мне говорили про Аню? Пётр Иванович, что вы мне говорили про Колю? Что, Пётр Иванович? Что? Неправду, милые, честные слова, святую неправду, но только из любви к коллективу. Аня, так ты мне веришь? Верю. Скажите, милые, дорогие, вы ведь не поженитесь? Обязательно. Что обязательно? Женимся. Ой, 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 где же выступать будете? В чьём коллективе? В нашем коллективе. По очереди. Ой, ой, в самое сердце ранили. Вот тебе и переманил звезду. Ой, 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 ой. Вот тебе и переманил звезду. Пётр Иванович, Пётр Иванович, да поймите же вы хоть в конце водевиля, что каждый самодеятельный коллектив должен делать что? Ну что? Он должен находить и выявлять народные таланты, а не переманивать солистов у соседей. Ну что бы мы стали с вами делать, если бы сегодня нас не выручили электрики? Что? Ну что? Поймите, что мы одно целое, одна семья. Правильно, товарищ? Правильно. А кто это организовал? Кто? Кто организовал, я вас спрашиваю? Я, Пётр Иванович. Пётр Иванович! Что? Пётр Иванович! Пётр Иванович, приехал директор. Кто приехал? Директор и требует вас к себе. А-а-а, товарищи, кажется, нам всем вместе не повезло. Не успел распустить крылья, как они уже поломались. Товарищи, не повезло. До свидания. Конец. Выступление наше, кончая, с вами дружбу желая сберечь. Скажем, занавесь наша, пуская, до свидания, до будущих встреч. До свидания, до будущих встреч. Субтитры создавал DimaTorzok